здравствуйте друзья добрый вечер вы видите письмо очередное у меня на экране значит я зачитаю здравствуйте михаил посмотрите пожалуйста мою ситуацию буду очень благодарен меня зовут тарас я из украины у меня есть жена и маленький ребенок сам являюсь частным предпринимателем имея маленький бизнес мы с супругой решили эмигрировать из украины уже долгое время не можем определиться со страной назначения рассматриваем вариант сша и испании несколько раз мы ездили в гости к знакомым в испании страна во всех планах нас устраивает язык испанский знаем лучше чем английский но там сейчас большой процент безработицы есть большой шанс потратить все деньги но так и не зацепиться в сша ни разу не были выводы делаем только из интернета в плане работы вроде как ситуация хорошая если ты не ленив знакомых и друзей в сша нету понимаем что процесс адаптации в сша будет тяжелее нашей семье будет очень полезно ваше мнение заранее огромное спасибо я хочу сказать что с того момента когда начались вот эти проблемы с греции если вы помните с финансовым кризисом с долгами большими и там чуть ли не выходом из значит евросоюза и в этот момент значит там шел разговор о том что еще есть страны в зоне риска и вот называлась италия называлась испания называлась португалия и я хочу сказать что это как бы да да зона риска но поскольку здесь вот говорится про процент безработицы я честно говоря никогда не 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 слышал ничего на этот счет и поэтому я пошел погуглил вот картиночка которая сейчас у вас появится на экранах это то что я там вот по первому поиску мне пришло значит безработицы в испании я хочу сказать что мало того что ситуация ухудшается вот видите мы здесь начинаем с когда это сейчас кажется январь 2007 вот картиночка начинается в январе 2007 но даже в январе 2007 года когда это было 8 процентов вот синенькая да вот это вот значит это не было мало это не было мало но с тех пор мы имеем вот смотрите что творится то есть там начиная с 2009 года уже запредельные просто проценты вот тут доходило до 26 где-то в тринадцатом году да вот мы видим клею летом весной летом тринадцатого года сейчас вроде немножко лучше стало но все равно 22 и 7 процента безработица это что-то запредельное но вот в сша например сейчас пять процентов безработицы но когда был кризис в самые поганые вообще времена вот последнего кризиса без рабочица доходил там 10 процентов было ну 10 это все кричали что это невозможно это вообще чуть ли там не национальная катастроф там и так далее 10 и мое понимание такое что все-таки когда безработицы подсчитывают не подсчитывают тех кто там нелегально в стране присутствует хотя они не входят в статистику по безработице в статистику входят люди с правом на проживание как минимум у них должно быть наверное там должен быть вид на жительство и дальше граждане поэтому меня эти цифры пугают я очень хорошо отношусь к испании во всех отношениях и к испанскому языку замечательно отношусь он как бы для нас вот которые с русского переучиваются он он простой вот мне очень многие люди которые там полиглот всякие знают много языков они что ничего проще испанского вообще быть не может вот он настолько он такой легкий органичный там все здорово но что что сказать то это же не тоже там отдохнуть поехать и это не то что у тебя денег много и ты там купил себе домик и там тоже время как-то отпуск проводишь там еще что-то если у вас в семье тараса в семье тараса нету никаких оснований там находиться и зарабатывать у них нет вида на жительство или там даже временного разрешения на работу в испании у них соответственно ничего нет соединенных штатах что есть они и тут и там они совершеннейшие такие нелегалы как они легализуются в испании я я не очень знаю я вообще плохо плохо знаю процесс легализации в европе есть вообще никак не знаю но в соединенных штатах по всякого случая да с украины они ну ну я не зовут как все того тайн пойдут там получит в этом политическое убежище может быть они его не сразу получит они через полгода будут уже с полноценным разрешением на работу и единственное ограничение которое у них будет относительно просто уже местных искать людей но вот они не могут выехать из страны пока не разрешится вопрос там с их вот этим вот политическим убежищем вот вот и все поэтому с точки зрения на первые критерии насколько легко адаптировать насколько легко легализоваться я думаю что в сша достаточно легко и быстро с точки зрения того что допустим и там и там это процесс эта проблема решена где ему лучше быть понимаете с точки зрения того что вот в элфер может быть в испании жирнее я не знаю я так как то исхожу из того чтобы европе социальные программы какие более щедрые чем допустим в америке но с точки зрения способности заработать же молодой мужик у него там же на маленький ребенок может быть еще дети там появились бы так далее не добыл пережить им заниматься не ради живот вот нет ни ради пособия куда-то пережать этот предприниматель значит где ему легче будет стать частным предпринимателем я не знаю что в америке это как бы страна такая предпринимательская очень предпринимательская поэтому из таких самых общих соображений я я не 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 вижу тараса я не вижу его семью я не не могу сказать что за люди и так далее но вот из тех данных которые у нас тут есть вот из того что это картинки увидел еще раз это первый раз я вижу картинку по безработице в испании глядя на нее и даже немножко удивлен я думал что во франции безработица выше может быть она выше среди иммигрантов я не знаю это какие-то цифры видел чуть ли там не 20 процентов не 22 процента вот как когда такое а сейчас смотрю тут господи всего-то 10 вот не так все плохо в общем мое мое как бы вот мнение такое что если действительно у них нет у самих четкого приоритета и они говорят мы рассматриваем либо это либо это как быть я бы сказал что даже сравнивать толком нечего ну вот ну несравнимо если бы у них было вид на жительство там день испанский был бы другой разговор но у них его нету то есть они начинают в нуле и в этой стране и в той стране они начинают практически в той же точке нулевой поэтому не знаю я посмотрел на сша мое такое представление но но опять может оказаться в сша им визу не дадут и может быть еще и долго не дадут я не знаю а допустим в европы это проще будет вот скоро вообще без визы вы там будет въезд через какое-то время мы все надеемся там может пишет что американские источники пишут что где-нибудь не позже июля шестнадцатого года уже все будет сделано поэтому может быть так в общем при прочих равных я бы я бы сказал что мне сша в этом смысле больше нравится с точки зрения возможностей там и так далее наверное все и я желаю тарасу его семье чтобы не все получилось и но так уже в качестве дополнительного бонуса значит но пусть бы они нас поддерживали а в курсе дела и если там какие-то подвижки будут я думаю что очень и очень многим было бы интересно и они будут переживать за ребят чтобы у них все получилось счастливо и как бы до скорых встреч